Да разгорится вновь холиварная тема под названием ТИАК или ТИК. И причиной тому будет выход двух обновленных моделей проигрывателей ТН-180 и ТН-280А3. Но о том, как правильно произносить имя бренда в конце видео. А пока давайте обсудим, что же нового в А3 моделях, ведь в свое время я уже делал обзор этих проигрывателей, также сразу двух. Это бюджетные проигрыватели, сразу назову их цены. ТН-180БТА3 стоит 20 тысяч рублей, 280БТА3 — 36500. Ну а сейчас еще на них и акция, и цены снижены до 17 и 33 соответственно. Прежде чем я расскажу о каждом из проигрывателей, уточню, чем именно свежая модификация А3 отличается от предыдущих версий. Только головкой звукоснимателя. На смену малоизвестным и труднодоставаемым картриджам с иглами ТИАК СТЛ-122 пришла очень популярная и бюджетная АТ-3600Л. Мало скажете вы? И есть ли смысл второй раз рассказывать об этих проигрывателях? Во-первых, старые модификации уже сняты с производства, ну и в целом головка звукоснимателя всего лишь наиважнейший элемент, колоссально влияющий на качество звука. Поэтому да, друзья. И более того, я вам предоставлю возможность сравнить сэмплы, чтобы понять насколько качество звука изменилось в лучшую сторону. Ну и сам факт, что головка АТ-3600 весьма популярна и ставится на многих проигрывателях бюджетного и начального уровня, радует тем, что дефицитов ставок не наблюдается. Да и стоимость в полторы тысячи рублей для расходника очень даже демократичная. Да и в конце концов бренд аудиотехника широко известен. А что именно заголовки были в прошлых ТИАКах, я так честно говоря и не понял. Ну да ладно, приступим к обзору проигрывателя и конечно поговорим о самом главном о звуке. Начнем с младшей модели ТН-180BT-А3. Как вы видите, кнопок старт-стоп нет. Запуск двигателя производится движением тонарма к пластинке. Вот честно говоря, люблю вот этот способ запуска. Далее опускаем головку микролифтом и наслаждаемся пластинкой. Причем наслаждаемся, не боясь заснуть, поскольку в проигрывателе есть автостоп, который возвращает тонарм на исходное положение. Красота. Далее, проигрыватель оснащен Bluetooth-модулем и тут сразу стоит уточнить, ибо частенько встречаю людей, которые пытаются к проигрывателю зачем-то подключить мобильник. Откуда, куда и как сигнал передавать пытаются, я даже не спрашивал, но наблюдать забавно. Друзья, Bluetooth здесь встроен для сопряжения проигрывателя с Bluetooth-колонками, саундбарами и наушниками. Оставьте мобильники в покое. Да, кстати, забыл сказать, что проигрыватель трехскоростной. Встроенный отключаемый фонокорректор также в наличии. RCA-коннекторы позволяют подключать любые кабели. Стол из МДФ, опорный диск из пластика. Простенький тонарм с эффективной длиной 200 мм без каких-либо настроек, антискейтинга, прижима, ну и так далее. Поэтому, глядя на винтики на шеле, не обольщайтесь. Голову вы здесь поменять все равно не сможете. Соотношение сигнал-шум обещают 64 дБ, разбаланс по скорости плюс-минус 2%. Уровень детонации не более четверти процента. Для проигрывателя начального уровня пойдет, хотя, конечно, пластиковый диск и простенький тонарм меня поначалу смущали, поэтому ждал соответствующих результатов замера. Однако, все не так уж и плохо. Как вы видите, разбаланс по скорости 0,55%, а уровень детонации 0,18%. Вес проигрывателя 3,5 кг. Что ж, учитывая класс проигрывателя, порадовало, кстати, дерево вместо пластика на фоне конкурентов в этом сегменте. А вот что не порадовало, так это, как я уже и сказал, короткий тонарм, то есть в некоторых случаях падение качества ближе к яблокам будет ощутимо. Также смущает отсутствие земли, но с другой стороны, если вы будете использовать встроенный фонокорректор, то проблем не возникнет. И что-то мне подсказывает, что внешний фонокорректор, ну, тут как-то не очень, в принципе, актуален, ввиду адаптации проигрывателя под начинающего пользователя. Чтобы, как говорится, достал из коробки, собрал за минуту, подключил, слушай и, собственно, все. Никаких настроек и заморочек. Помимо простоты в эксплуатации, из достоинств, конечно, многими любимый автостоп и наличие скорости на 78 оборотов, что позволит слушать старые пластинки. Хотя это, конечно, сейчас уже экзотика. Bluetooth, если необходимо, тоже будет приятным бонусом. В общем говоря, в качестве первого проигрывателя в случае ограниченного бюджета на фоне конкурентов TN180BTA3 занял очень достойную позицию. О звуке расскажу чуть позже. Сначала давайте рассмотрим обновленную 280-ю модель, которая отличается полностью ручным управлением и возможностью замены штатной головки, поскольку здесь уже присутствует возможность регулировать прижимную силу и антискейтинг. Здесь две скорости 33,3 и 45 оборотов. Тонарм в этой модели посерьезнее и подлиннее 223 мм. Да и сам проигрыватель, в общем-то, выглядит внушительнее. Опорный диск из алюминия, стол также из МДФ. В наличии, опять же, встроенный отключаемый фонокорректор. Вес проигрывателя составляет 5 кг. Соотношение сигнал-шум тут чуть-чуть получше будет. На фоне 180-й модели 67 дБ уровень детонации также упал до 0,2%. А разбаланс, опять-таки, указан не более 2%. Что, согласитесь, не очень-то здорово для проигрывателя за 36,5 тысяч рублей. Но, опять же, не так все страшно. Реальные показатели заметно лучше. Уровень детонации составил 0,11%. Теперь, внимание, важная информация для тех, кто не любит читать инструкции. То есть, для большинства. Дело в том, что у головки звукоснимателя АТ-3600 прижимная сила 3,5 грамма. Плюс-минус 0,5. Неоднократно я сталкивался с тем, что по привычке народ выставляет 2 грамма ровно, потом спрашивает, почему такой плоский звук, где бас, ну, как бы и так далее. Не надо, друзья, бояться. Ставим смело 3,5 грамма, чего требует карбоновый кантиливер. Не попортите вы свои новодельные пластинки. Наоборот, если вы поставите 2 грамма, дорожки повредит шансов больше, ввиду менее надежного контакта иглы с канавкой. Именно поэтому вы не сможете на 180-й модели поменять голову, потому что настроек, повторюсь, нет, и тонарм отстроен с учетом веса самой головки и нестандартного значения прижима. Из достоинств. Возможность апгрейда путем замены головки. Но тут, как бы, у вас есть ограничения по весу до 6,5 грамм. Учитывайте это. Иначе придется утяжелять противовес. Как вариант, сюда подойдут АТВМ-95МЛ, Сумико-Ойстер или же МС с высоким выходом Blue Point 2. Поменяли голову на более качественную, можно заморочиться и с внешним фонокорректором. Правда, земли тут, опять же, нет. Поэтому в некоторых случаях пластинки могут электризоваться. Гулый наводок не будет. Насчет этого не бойтесь. Опять же, наличие Bluetooth-модуля. Еще отмечу, что при прижиме, кстати, в 3,5 грамма на противовесе максимальное значение 2,5. Поэтому крутите еще дальше на 0,5. И проверяйте весами. Теперь давайте поговорим о звуке. Картриджи в обоих случаях одинаковые. Но разница в звуке, конечно, есть за счет разности в механике. Но куда большая разница между новыми А3 модификациями и старыми. Не поленитесь, скачайте сэмплы и сравните между собой. И вы поймете, насколько важен картридж. Особенно, если взять во внимание, что на 180-х нельзя менять штатную голову. То есть, ну, по сути, мы получаем абсолютно разные проигрыватели по звуку. От себя скажу, что да, головки на старых моделях отличались такими рисковатыми, высокими. Хотя многим акцент, вот опять же, на высокие частоты как раз-таки и нравится. Но, послушав новые А3 модели с АТ-3600, понимаешь, что даже в начальном сегменте можно взять не только количеством, но и качеством проработки. Как высоких, так и всего диапазона частот. В новых моделях появился объемный бас. Верхний регистр значительно четче на фоне грязноватых СТЛ-122. Звук стал объемнее, шире, живее и динамичнее. И, как бы это ни звучало странно, все это о сравнении двух очень бюджетных картриджей. Что по итогам? Это не попытка продать тот же продукт, а скорее апгрейд в сторону пользователя и своего рода работа над ошибками. Оба проигрывателя заслуживают внимания. Кстати, не за горами обзор полного автомата ТН-175, так что с вами я прощаюсь ненадолго. Ах да, произношение. После видеообзора топового проигрывателя 5BB появилась масса комментариев на тему Тиак или Тик. Народ принял прямо активное участие в дискуссии и каждый тянул одеяло на свою сторону. Причем даже с аргументами. Так вот, официальный дистрибьютор после того, как прочитал все вот эти комментарии, позвонил в Японию и спросил, как правильно все же Тиак или Тик. На что японцы ответили, правильно Тиак. В Японии говорят именно Тик. Но в то же время в Англии и в Штатах говорят Тик. На что японцы, кстати, ничуть не обижаются. Поэтому по сути и так, и так можно произносить. Что ж, друзья, а у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно пишите ваши комментарии. Но самое главное, будьте здоровы. Счастливо!